Монтаж Как попроще, добавление каких-то эффектов, галочек, определенных надписей, фотографий на видео То есть это изменение настоящего исходного файла Итак, это можно сделать при помощи программы Camtasia Studio Не важно какой версии, но лучше конечно на самом последнем Это седьмая версия, которая доступна в интернете Она абсолютно бесплатная, легко устанавливается, поэтому я не буду останавливаться на этом моменте Этот ролик, этот курс, вернее, мы разделим на 4 части В первой части я расскажу вам о Camtasia Studio в подробностях, но не учитывая каждый фактор То есть просто скажу, что данная кнопка делает, то есть общую характеристику Во второй части мы уже рассмотрим каждый инструмент по отдельности и применим его к видеофайлу В третьей части мы соберем все это вместе и создадим такой видеоролик А в четвертой мы уже сделаем заставочку для нашего видеокурса Итак, приступим, вы открыли Camtasia Studio Если вы не меняли настройки, то у вас выскочит отдельное окно Которое говорит вам о том, что можно записать видео с экрана, записи речи, то есть голоса, запись Проводпоинта, то есть презентации, или открыть проект и с ним работать Скажу честно, лучше сохранять проекты, так как их потом легко извлечь Из самого проекта можно уже извлечь аудио и видеофайл, не в зависимости, они не будут соприкасаться То есть взаимодействовать друг с другом И с ним, как и прочее, вот так как бывает, что Camtasia Studio дает сбой И видео она не сохраняет, а вот проекты всегда Итак, приступим В первой части я расскажу о каждом инструменте, но в наименьшей степени Итак, в панели управления вы видите, есть несколько вкладочек Это файл, правка, вид, воспроизведение, сервис и справка В файле обычно идет сохранение проектов, открытие их, поиск по библиотеке Опубликация на разные сайты, ютуб, контакт, одноклассики, майл и многое другое Сохранение проекта, как я уже сказал, создание его Импорт данного проекта и для начала с ним работы И выход из самой программы Вправки обычно идет сделать на шаг назад Обычно это идет воспроизведение, но иногда появляются три вправки То есть вернуть, отмена, копировать, вырезать, вставить Удалить шкалу времени, добавить ее, разделить Но это есть при помощи данных инструментов, можно сделать и тут Также есть разделить, как я уже сказал Добавить в библиотеку какой-то файл, который вы потом сможете из библиотеки вытащить Даже если у вас он не сохранится на компьютере Исходный файл, скорость клипа То есть в принципе правка это общая характеристика проекта Вид, тут идет уже раскладка Ну допустим раскладка это вот как два вида Или шкала времени у вас будет, или раскладка Корзина клипов или библиотек То есть это в принципе вот здесь можно регулировать Библиотека, это вот как раз и есть То есть сюда можно брать файл и потом его отсюда вытащить Проект это уже отдельное свойство проекта, который вы создали или только занесли в компьютер Предварительный просмотр, то есть посмотреть то, что вы действительно сделали Исходный файл Шкала времени, это уже вот эта вот шкала она называется Тут как вы видите есть увеличить и уменьшить, то есть ее по длине, масштаб с учетом экрана Увеличить выделение и уменьшить, увеличить на максимум Все кнопочки прописаны, даже есть вот Ctrl+, Ctrl-F10, Ctrl-F11, Ctrl-F9 То есть в принципе все есть Воспроизведение это остановить воспроизведение и начать сначала Также есть на кадр назад, то есть то, что было до этого и на кадр вперед Предпосмотр, переход, щелчок Но это мы рассматриваем конечно серьезно не будем В сервисе, тут титры, клип, то есть это уже конец видеокурса или видеоролика Когда вам надо что-то вставить Допустим можно вставить субтитры, переходы, выноски, эффект указателя По нормальный масштаб, настройка звука, запись с камеры, запись именно свечи То есть в принципе вот верхние четыре строчки появляются у вас тогда, когда вы запускаете эту программу Также есть параметр, то есть настройки О них мы поговорим чуть позднее Ну и в справке тут нет ничего такого сильного И о программе в принципе Это кто ее создал, для чего в принципе она нужна И не только об этом В принципе проверка обновлений Но если у вас не установлен тач смейдж То у вас не получится это сделать Итак, все-таки зайдем в настройки Что мы в них видим Мы видим программы То есть воспроизведение файлов AVI с помощью программы Camtasia То есть Camtasia Studio Показывает диалог при запуске самой программы Это вот когда появляется запись с голоса, запись с речи Показывает хранилище викторина Ну это в принципе можно и убрать Показывает диалог, просмотр, выбор КВК Конечно это нужно Продавляет текст при добавлении маркеров То есть это на шкале времени Включает автоматическое сохранение Здесь даже можно поставить каждый 20 минут интервал Содержаем библиотеку Копировать в библиотеку Это лучше Если вы очистите библиотеку То вы очистите Либо оно полностью все исчезнет Справка Ну это вот подсказки совет Я думаю новичкам нужно оставить Ну а переходы Это уже будет регулироваться в настройках Когда вы будете создавать свой курс Настолько проводпоинт Спрашивать о дальнейшем действиях После сохранения записи То есть когда вы Включили проводпоинт Начали с ним работать Включается автоматическая запись Ну если вы выбрали конечно данный пункт И потом спрашиваете Нужно ли вам Что вы будете делать с данной видеозапись Задействует настройка проводпоинт Но это в принципе и нужно и не нужно То есть это все надо смотреть Именно по ситуации Дальше у нас идет слайд заметок Всегда спрашиваете об импоте заметок Проводпоинт как субстит Вот это я советую оставить Но быстрый вызов Это уже на ваше усмотрение Масштаб Нормальный масштаб Я очень называю Показывать процент Простаба в видео Ну не знаю Я лично Не люблю Когда это происходит Масштаб По умолчанию 100% Лучше не ставить галочку Вы сами потом подберете Свой масштаб Применять интеллектуальную Фокусировку К добавленным клипам Ну Думаю все таки Это полезнее вам понадобится Показывать процент Масштаба в окне просмотра Но он у вас и так и так будет отображаться Но не в процентах А в пикселях Высота на ширину По умолчанию продолжительность секунд То есть влево идет Немедленно Сюда он будет быстрее Ну Вот так можно оставить Все Сохранили Теперь Рассмотрим вот эту панель Ну правое окно Оно самое простейшее Тут показывается Просмотр Вашего Ролика Здесь вы можете Отделить То есть как вы видите Отдельно все будет Также вы можете посмотреть Ваш результат На весь экран Но пока почему-то это недоступно Потому что нет Наверное Ролика на шкале времени Здесь Пуск Плей Стопы И так далее Эта панель подозревает с собой Добавление файлов То есть допустим Вы закинули сюда Изображение Музыка и видео Они будут делиться Это библиотека Это добавление выноса Для Самого ролика То есть вам надо что-то написать Но вы не хотите текстом Вы хотите в какую-то рамочку Вот это как раз вам и поможет Зум Зум Будет работать Зум будет работать В ролике Это мы рассмотрим чуть По второй части Аудио Это работа с аудиофайлами Или с видео В которых есть музыка Транс Серенс Это будет уже переход То есть эффекты Переходы И Моро Это собраны Буквально почти все Уже в едино Запись звука Речи Как вы видите Также есть Запись голоса То есть вот вы видите Что микрофон В данном случае работает Это не будет Эффекта То есть в принципе Запись То есть в принципе Простейшие Ничего сложного Здесь не вижу Давайте взберем Вот эту панель Это назад Вперед Вырезать Копировать Вот это Честно не помню Что Вот это Поделить То есть ролик Разделить А эту Лично мешает Шкалу времени Ну а Эта дорожка Которая позволяет Вам перематывать Вот это Маркеры То есть они Делают ограничения От одного До второго Ну на этом Наверное Все Второй Во второй части Мы расскажем Об этих Функциях Поподробнее И будем Их Применять Спасибо за внимание С вами был Дмитрий Дичков Или если будет Скать вконтакте Или в скайпе Кабан 25